добрый день меня зовут евгений божьев сегодня хочу ответить на вопросы по поводу болей в пояснице очень часто люди спрашивают откуда они берутся почему и каким образом самое главное на каким образом их убрать есть нужно четко совершенно представлять первое что более в пояснице всегда всегда связаны с мышечным напряжением никакого отношения к каким-то проблемам с дисками смесь межпозвонковыми к корешкам позвоночным не имеют вообще боли связаны только с мышечным напряжением есть три варианта развития болей в поясничной области первый вариант когда боль связана с напряжением парадольных мышц поясницы или квадратных мышц поясницы из-за того что просто человек банально перегрузился взял там потаскал мешки с песком до напряглись эти мышцы естественно не болят соответственно снять эту боль легко и просто одним из трех вариантов упражнений то есть нужно расслабить растянуть мышцы мышцы поясницы помните мы с вами говорили что существует для того чтобы расслабить какую-то мышечную группу нужно растянуть ее и подержать в растянутом положении две минуты не меньше чем две минуты вот это надо сделать ну три варианта расслабления первое например сели на встали на коленочки сели попой на пятки и не отрывая попы от пяток вот так потихонечку наклонились вперед и расслабились и две минутки в таком расслабленном положении от вас спина получается выгнута две минутки в таком расслабленном положении вы сидите мы за это время мышцы поясницы растягиваются расслабляются и соответственно убираете боль второй вариант вы просто сели ноги можно согнуть и руками взялись за ножки вот и вот так вот вот руками натянули свою поясничку вот она тянется то же самое расслабились и две минутки сидит спокойненько в таком положении тоже тянутся мышцы поясницы и третий вариант вы легли на спину ножки согнули в коленях руками подтянули к себе и а только не груди а к подмышкам то есть по бокам от груди да и тоже расслабившись вот таким вот образом полежали две минутки тоже идет растяжка мышц поясницы и соответственно вы убираете боль в них вот такими простыми растяжками вы не обязательно делать все три можно выбрать любую которые вам больше понравилось и вы спокойненько эту проблему решите второй вариант появления болей это когда идет перегрузка мышц таза то есть у нас в норме вот тазовые косточки подвздошные они должны ходить каждая сама по себе вот когда зажимаются мышцы таза и зажимают эти кости и начинает таз ходить единым целом едином конгломератом вот тогда напряжение здесь тазу а перегружаются мышцы поясницы болеть будет поясница из-за того что то зажат зажимают таз три мышечные группы это ягодичные мышцы передняя поверхность бедра и задняя поверхность бедра соответственно их вам и надо расслабить передняя поверхность бедра расслабляется согнули в колени и отвели колено назад то есть разогнули в изобедренном суставе как вариант можно положить например стопу на стол и отклониться вот так вот вот оперевшись на на стол рукой чтобы почувствовать натяжение не напряжение а натяжение по передней поверхности бедра две минутки как мы сказали задняя поверхность бедра вот таким образом положили ножку и наклонились к ней вот тянется задняя поверхность можно придерживать коленочку чтобы не сгибалась и две минутки вот так постояли и ягодичка я здесь не покажу но представили себя дверной проем я ложусь на спину вот так ногами в дверной проем вот лежу на спине так что у меня дверной косяк получается где-то вот примерно на уровне колена вот там тогда я лежу и ножку запрокидываю так закидываю пяткой за противоположный косяк вот вот туда положил ножку и расслабился и под своей тяжестью она потихонечку потихонечку вот так вниз начинает уходить только здесь смотреть чтобы таз не отрывался то есть таз должен лежать на полу не уходить вслед за ногой 5 минут одну ножку подержали потом 5 минут другую вот таким образом вы расслабили мышцы таза вот ну естественно желательно и мышцы пояснички тоже вот как мы показывал перед этим тоже расслабить вот тогда соответственно и эту проблему вы сможете решить и третья проблема которая может возникнуть при которой болят может появляться боль в пояснице это боль обычно бывает очень острой буквально малейшее движение острую пронзающую резкую боль вызывает в пояснице или может быть в области крестца то есть вот примерно вот в этом месте эта боль связана с венозным застоем в спинномозговом канале почему это бывает это бывает из-за напряжения брюшины дело в том что вены спинномозгового канала выходят из спинномозгового канала выходит в области живота как раз примерно на том месте где сходится воедино вся брюшина и вот оттуда венки как раз и вытекают то есть и кровь из спинномозгового канала вытекает через вот эти венки и когда брюшина напрягается а чаще всего это бывает когда мы поднимаем какую-то тяжесть до говорят недавно существует выражение там живот сорвал пуп надорвал да почему потому что когда мы создаем когда мы поднимаем тяжелое мы создаем напряжение здесь в животе и брюшина зажимается и вот это вот напряжение брюшина способна передавить венки которые выходят из спинномозгового канала и нарушить венозный отток и когда нарушается венозный отток естественно набухает там все и появляется вот такая вот тут острая простреливающая боль в может пояснице или в области крестца есть характерные симптомы этой боли первый симптом что эти прострелы всегда связаны с повышением внутри брюшинного давления ну например чихнули прострелила покашляли прострелила напряглись пострелили там в туалет пошли потужились прострелила да то есть вот так это боль связано с этим это первый момент второй момент часто не всегда но часто эта боль вызывает определенное положение тела вот например человек ходит вот так вот в таком положении вот вот она держится у него вот 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 такое положение вот тело это как раз показатель того что это именно вот эта причина то есть нарушение венозного оттока и третий симптом который характерен для этой проблемы это когда человеку легко при сгибании вот например лечь на спину с выпрямленными ногами ему сложно начинает боль как только согнул ножки все боль ушла почему потому что это напряжение напряжение брюшина связано связано с напряжением еще подвздошно-поясничных мышц и соответственно в этой ситуации вылечить себя совершенно не сложно двумя простыми вещами первое расслабить брюшину то есть помните мы говорили что вся брюшина сходится вот на таком вот например на пятачке там вот напротив пупка сзади на задней стенке брюшной полости напротив пупка то есть вы можете вот так вот надавив на пупок и подержав до боли и подержав это давление до тех пор пока боль не уйдет эту боль убрать ну желательно продавить вот всю эту область везде где будет больно и второй вариант нужно расслабить те самые пояснично-подвздошные мышцы это делается с помощью поперечного шпагада помните мы говорили вес тела перенесли на руки или на живот а ножки вот растянули в разные стороны и две минутки вот таким вот образом постояли вот так вы совершенно несложно уберете боль помогают еще два упражнения в этой ситуации первое потому что они тоже убирают напряжение вот этой подвздошно-поясничной мышцы первое это поставили ножку вот так на стол и подтянули это упражнение дает именно вот разворот восстанавливает нормальное положение тазовых костей которые именно вот перенапряженные пояснично-поздушные мышцы мышцы как раз и ставят в неправильное положение и вот так вот постоять постояли потом также другую ножку вот уже сразу же станет легче и можно и может что еще помочь вот то что мы говорили растяжение задней поверхности тела до положили ножку наклонились подержали тоже вот вот это упражнение тоже будет помогать в убирании вот этого острого болевого синдрома вот такими простыми совершенно нехитрыми способами вы всегда без проблем сможете убрать у себя боль в поясничной области без всяких лекарств без врачей без блокад без инфекций без всего вот все просто благодарю вас